Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. И сегодня я хочу рассказать вам о цифровых арканах, о десятках, десятках абсолютно всех мечей. Рассказать с точки зрения кабалы. То есть информацию, которую я буду рассказывать, вы сейчас видите в зеркальном отражении. Ничего страшного, это книжка Дион Ферчен. Мистическая кабала, практическая магия кабалы. Окей, здесь кроме того, что Дион объясняет простым языком по сравнению с другими. Это не то, что вы прочтете, это будет действительно доступно и понятно. По сравнению с другими. Достаточно просто о Древосферот. А поскольку Древосферот напрямую имеет соответствие с Таро, это разные системы, но они связаны между собой, то идет и как раз пояснение арканов. Вот сегодня я хочу вам рассказать про десятки. О десятках мы, тарологи, знаем ключевые слова, но не всегда, возможно, мы понимаем, откуда идет этот смысл. А поскольку я человек смыслов, и вы это уже знаете, сегодня я вам хочу, возможно, где-то в каких-то моментах показать какую-то другую интерпретацию карт, какой-то другой смысл. А где-то вообще просто поясню немножко побольше касательно самих десяток, потому что о них в принципе в сравнении с другими цифровыми арканами много информации нет. Так вот, с чего мы начнем? Давайте, наверное, мы начнем немножко по порядку, для того, чтобы я вам объяснила сам непосредственно смысл того, что хочу донести. Если вы будете видеть в зеркальном отражении, ничего страшного, здесь такого особенного я показывать не буду. То есть здесь надписи нет, поэтому, чтобы что-то понять, прочитать ничего не нужно. Но в любом случае, интернет вам в помощь, известное древо сферот, вы можете найти картинки в интернете, чтобы понять, что мы видим на... Сейчас, что я вам сейчас покажу, то, что я хочу. Значит, смотрите, у нас здесь древо сферот нарисовано, это сфера кетер, цифра 1. Почему? Потому что здесь у нас относятся все тузы непосредственно. Это источник, то есть кетер у нас говорит источник всего, то есть это непосредственно свет без цвета, и это корень всех корней. То есть иногда вы можете видеть древо сферот, нарисованное корнями вверх, а ветвями вниз. Почему? То есть здесь идет аллегория, как понимание, что корень всего, причина всех причин, она находится вот здесь. Поэтому корнями сюда уходит, а ветвями вниз. А десятки у нас находятся здесь. То есть если эта сфера называется корень, корневая, причина источник, то десятая сфера у нас называется мальхуд, и она называется еще землей. Здесь у нас свет, условно говоря, здесь у нас божественная, а здесь у нас наша земля, здесь материальная. В соответствии с информацией каббалистической по древу сферот, здесь у нас эта сфера, она у нас все время заряжена в плюс, ее противоположность мальхуд, вот здесь земля, она заряжена в минус. Для чего я это говорю, сейчас я вам поясню почему, потому что у нас все десятки, они находятся вот здесь. Мальхуд еще изображается как кругляшок, и в нем так разделены на четыре сектора этот кругляшок, и они разноцветные. То есть в этой сфере, то есть на земле, у нас есть четыре стихии, четыре элемента. Это огонь, вода, воздух и непосредственно сама земля. Вот, и второго у нас также есть четыре масти, да. Огонь, это у нас железы, далее у нас идут мечи, это воздух, далее у нас идут кубки, это вода, и последнее это пендакли. Это английская школа, мне очень важно это уточнить, почему, потому что во французской школе расположение, оно иное. То есть мечи и огонь, жезлы, да, они меняются местами, то есть первично идет воздух, а потом идет огонь. Вот, в той школе, в которой я обучаюсь, ту, которую я изучаю, это английская школа, и направление имеет непосредственно вот такую схему. В алхимии мы изображаем жезлы, как стихия огня треугольником вверх, и он заряжен позитивно. Почему эти заряды, я потом вам объясню, вы поймете. Далее у нас идет непосредственно мечи, это воздух, да, воздух это треугольник вот так, и минус, то есть он заряжен в минусе, то есть черточка такая. Дальше у нас идет кубки, это вода, и у него заряд плюс, и дальше идет земля, это треугольником вниз, перечеркнутая, и у нее заряд минус. И у нас получается плюс-минус, плюс-минус, да, полярность, о которой нам, в принципе, известно. А поскольку кетер идет противоположной земле, либо земля противоположная кетеру, это не имеет никакого значения, да, в какой последовательности. То есть все зависит от какого потока, если у нас поток нисходящий, то идет вот так, а если восходящий, то наверх. То у нас напрямую видно, что плюс это вот кетер, а минус это у нас мальхуд получается, то есть имеет в виду противоположность. Теперь смотрите, что я хочу вам сказать, и пойдем непосредственно к самим десяткам. Значит, вот в этой замечательной книжке есть такая отсылка сейчас к эзотерическому закону переменной полярности. Не слышали? Впервые слышите? Объясняю, что значит переменная полярность. Это то, что является негативным на внешнем плане, позитивно на внутреннем и наоборот. То есть, когда заряд, допустим, внутри он плюсовой, то во внутрь внешне он идет как минусовой. Если это во внешне он будет плюсовой, то внутрь он у нас будет минусовой. Вот этот вот закон полярности, надо будет его мне потом как-то отметить для себя, мы сегодня с вами как раз таки и посмотрим. Так, значит, вот в этом, в этих десятках. Теперь смотрите, этот закон полярности. Что еще хочу вот здесь сказать. Вот эти две стихии, огонь и воздух, они родственные между собой. Почему они родственные? Потому что, опять-таки, если мы смотрим противоположность, если мы смотрим с точки зрения огня, то есть мы вот здесь находимся и смотрим на воздух, то воздух для нас, вот отсюда, если мы смотрим, да, мы здесь находимся и смотрим сюда, у нас будет минусовым огнем. Надеюсь, то, что я сейчас говорю, я вас не запутала. Еще раз буду говорить медленно, чтобы вы поняли. То есть, огонь это плюс. Но, как у всего, да, допустим, чтобы для понимания, у нас есть две стороны медали, и у огня тоже есть свой минус. Так вот, минус у огня это воздух. Если мы будем рассматривать с точки зрения воздуха, то огонь для нас это положительный воздух. То есть, у воздуха положительная сторона. И у нас получается, огонь и воздух, они родственные стихии. Да, то есть, они просто отображают либо плюс, либо минус. И вот это вот у нас соответственно за духовный мир, за духовное развитие. То есть, жезлы и мечи, они всегда братственные стихии, и они говорят о духовности. Дальше, если мы, и у них, значит, природа, да, у них природа духовная, чтобы вы понимали. Дальше у нас идет вода и земля. Если мы смотрим с точки зрения воды на землю, то земля для воды, она минусовая, это ее минусовое проявление. А если мы смотрим с точки зрения земли на воду, то она плюсовая. То есть, вода является матерью для нашей земли, другими словами говорю, а огонь является отцом для воздуха. Если это духовный мир, то вот это, это материальный мир. Здесь просто не поместилось. Это материальный мир. Дальше. Если мы знаем, что это духовный мир, значит, у этих двух стихий, у них природа огненная, а это материальный мир. И у этих двух стихий природа материальная. Это будет очень важно в том, что я сейчас вам буду говорить. Если не запомните, отмотайте потом назад, да, и переслушайте, то есть, когда все прослушаете несколько раз, будет понятно. Потому что, если не знакомы с этими понятиями, кажется, что их очень много, и они непонятны. Но я стараюсь доносить самым простым, понятным языком. Итак, что пишет у нас Дион? Значит, касательно непосредственно колоды Таро. Самая духовная из всех десяток карт, да, мы говорили, самая духовная, это первая, это десятка огня. Она самая духовная. Десятка той масти, чей туз называется корнем сил огня, то есть туз жезлов. И он называется господином угнетения. То есть десятка жезлов, она называется господином угнетения. Мы еще говорим как о трудности, какие-то вот проблемы. И нам нужно понять, ну окей, название-то у нее есть, а смысл-то какой? Значит, господин угнетения, это учит нас, что высшая духовная сила способна быть внешне разъедающей, когда действует на плане материи. То есть сила огня в своем высочайшем могуществе в десятке жезлов, являющаяся очищающим огнем. Как золото испытывается в горне, так и сердце должно быть испытано в страданиях. Я уверена, что из того, что я прочитала, вы ничего не поняли. Поэтому я вам буду объяснять. Значит, вспоминаем закон полярности. Вот этот вот аркан, вы его видите, десятка жезлов. Знаете, мужчина несет 10 жезлов. Господин угнетения. Это самая духовная карта, я имею в виду, как масть, жезлы из всех остальных. Теперь что говорит эта карта? Да, это идет угнетение. Но мы задаемся вопросом. Почему? Почему здесь человек угнетен? То есть в чем была его причина? Либо для чего у него идет вот эта вот трудность и сложности, проблемы угнетения? Если на внешнем, закон полярности вспоминаем, на внешнем плане это трудности, то внутри этого человека, то есть внешне он заряжен в минусе, ну то есть гнет много жезлов, жезлов, то внутри него должно быть позитив. А как может быть в десятке жезлов позитив? То есть о чем здесь речь идет? А вот здесь речь как раз таки и говорится о том, что если вы встали на путь духовного развития, а у нас это жезлы, а мы встали на путь духовного развития, то у нас идут проверки, у нас идет закаление нашего сердца непосредственно, закаление нашей духовности, вот того, во что мы верим, через сложности. То есть нам нужно преодолеть внешне вот эти сложности, и только так мы сможем внутри обрести вот это золото. Только таким образом мы внутри сможем почувствовать, то есть нам для духовного роста, скажу иначе, проще, нам нужны внешние трудности. Только через преодоление каких-то трудностей и сложностей мы понимаем, на что мы способны, и мы растем духовно. То есть без внешнего минуса, без внешних трудностей, сложностей мы внутри не сможем вырасти. Для чего нам этот рост? Потому что это духовная карта, это духовная масть, скорее всего. Вот мы говорили, это духовная масть. То есть здесь очень важно десятки понимать, что для чего нам эти сложности даны, вот этот гнет, который мы несем, нафига нам нужно, почему мы все равно не бросаем вот эти 10 жезлов, а тащим. То есть здесь глубокий смысл заключается в том, что вот эти трудности, они нам нужны для того, чтобы мы выросли, для того, чтобы мы нашли решение, для того, чтобы мы преодолели себя, для того, чтобы мы закалили, закалялись, да, закалили свое сердце, проще говоря, и смогли вырасти. Десятка – это 10 и 0. Десятка равно 1 плюс 0 равно единице. Вы в зеркальном отражении это видите, но смысл вам понятен. То есть десятки у нас находятся здесь, но 1 плюс 0 по цифре равно единице, и это должно нас выбросить сюда. То есть если мы хотим попасть вот сюда, вот в кетер, если мы хотим найти, понять причину всех причин и начать свой путь расти, да, если мы хотим прийти к духовности, мы должны сначала пройти вот эти вот сложности, трудности, причем на внешнем плане, внутри этого нет. То есть внутри мы как результат получаем позитив. То есть внутри мы получаем этот духовный рост. Внутри мы понимаем, для чего мы страдаем, да, как мы, чем мы жертвуем в данном случае, да, чтобы прийти к чему-то большему. И это духовный рост. И как раз таки вот здесь, вот то, что я вам зачитала, снова повторюсь, и прочитаю, что как золото испытывается в горне, так и сердце должно быть испытано в страданиях. То есть чем больше страданий у человека, пояснение, да, здесь идет, причем страдания внешне, через трудности, сложности, внутри у нас как раз таки идет вот эта вот закалка, да, то есть сила огня в своем высочайшем могуществе у нас показывается в десятке жезлов. С этим понятно. Следующая масть у нас кубковая идет, и сейчас я найду, как ее называют. Так, масть, и я вам ее поясню, почему она в принципе считается позитивной, но по факту она негативная. Значит, символика масти-чаш очень ясно показывает влияние Венеры. Именно в этой масти мы находим господина радости. Господин радости называется карта материального счастья и изобилия. Но также и господина призрачного счастья, утраченный успех и потерю в удовольствии, который явно показывает, что эта масть, хоть и солнечная внешне, внутренне является разъедающей. Поясняю, смысл здесь в чем? Вот у нас, значит, десятка кубков. Опять-таки, внешне, да, это то, что проявлено. Это успех, это радость, это вся прелесть. Здесь у нас пара нарисована, да, семья. Но это внешний блеск. А внутри она минусовая, эта карта. То есть для нас это минус. То есть то, что хорошо. Внешне люди видят, что у нас полные чаши, мы радуемся. А внутри-то у нас пустота нас разъедает. Почему нас разъедает? Потому что, во-первых, природа у этой карты, и у этой мы будем смотреть, вот здесь, она материальная, да. И здесь показатель того, что внешне-то может быть все хорошо, а на материальном плане у нас это минус. То есть у нас здесь может и не быть денег, с одной стороны. А с другой стороны, мы присытились. Нам больше нечем наполнить кубков. Нам больше не к чему стремиться. И это вызывает у нас какое-то вот разочарование. Это как здесь назвала Дион. Призрачное счастье, утраченный успех и потеря удовольствия. Почему потеря удовольствия? Потому что постремиться больше не к чему. То, что я хотела, я уже все получил. И мне от этого грустно. Мне от этого скучно. То есть внешне люди, когда к нам приходят, говорят, ой, да тебе надо радоваться и ценить то, что ты имеешь, ты получил все. А нам-то на душе-то хреново. Нам от этого не очень-то и хорошо. Почему? Потому что это уже завершенный процесс. Мы это уже получили. А дальше что? А дальше мы снова должны вернуться к началу. К тузу кубков. Для того, чтобы заново понять. Причем минус туза кубков у нас говорит как раз таки об одиночестве. Говорит о страхе непонимания, о страхе непринятия. То есть вот эти вот качества, мы как раз таки чувствуем. То есть внешне мы достигли, получили все, что хотели. А внутри нас это разъедает. Вот это вот минус как раз таки, да. И получается, как в этих, да. Не везет мне в карты, да, повезет в любви. А здесь наоборот, да, кубки, да. То есть повезло в любви, в принципе, а в картах не везет. То есть на материальном плане нету счастья, да, внутри. То есть то, как я живу, да, все вроде бы есть, но меня это не радует. Хорошо. Идем дальше. Следующее, значит, у нас десятка. Что здесь пишет? Это мечи. Почему в таком порядке? Ну, я не буду вам объяснять. То есть почему именно огонь, вода, воздух и земля? Хотя я говорила немножко в ином формате. Здесь просто проявление в разных мирах божественного. Поэтому именно вот так вот стихи расписаны. Значит, следующая масть у нас, мечи, находится под влиянием Марса. Чем объясняется еще одно соответствие господин гибели. То есть десятка мечей называется господином гибели. Принесение в жертву всего материального. Вот десятка мечей. И у нас здесь, смотрите, что получается. Мечи внешне это минус, а внутри, так же, как и у жезлов, да, должно быть в плюсе. То есть, с одной стороны, мы внешне можем чего-то лишаться. Эти лишения, они мечевые. Это могут быть наши убеждения. Это могут быть наши шаблоны. Это может быть все, что нас разрушило именно на ментальном уровне, да, потому что это воздух. Это все, что у нас в голове, не какие-то, возможно, шаблоны, да, предубеждения, то, во что мы верили. Это все привело нас к десятке мечей, да, разрушило. У нас есть разрушение внешнее, то есть не сработало. Но внутри это позитивно, да. Почему? Потому что это очищение. То есть, благодаря тому, что у нас все вот здесь вот на духовном уровне, да, у нас все это в голове ментально разрушилось, да, наш ментальный уровень перевел к разрушению, в душе у нас хорошо, потому что очистились. Почему мы очистились? Потому что теперь мы можем, вот здесь вот снова, либо в кетер принять какое-то правильное решение. То есть, больше уже мечей нету, да. Больше это нас уже ни к чему не приведет. У нас идет полное очищение, полное обнуление. У нас на душе хорошо. Да, внешне мы много чего утратили. Внешне мы можем сокрушаться, да, чувствовать себя прям в самой нижней точке. Но там, где конец, всегда есть начало. И здесь начало у нас именно духовное, да, так же, как и в жезлах. Вот здесь в мечах у нас это тоже один из духовных уроков, но он более, так скажем, в низком уровне, нежели жезлы. И последнее. Ну, то есть, это хорошо. То есть, вот это хорошо и вот это, да. И казалось бы, блин, здесь гнёт, да, здесь трудности, сложности, что хорошего, да. Здесь обязательства, обязанности. А здесь наоборот, здесь меня словесно, возможно, убили. Здесь я на самом дне, что в этом может быть хорошего. Вот закон полярности, он как раз-таки и объясняет, что это хорошо для вашей души, это хорошо для душевного развития. Здесь, значит, десятка пентаклей. Казалось бы, да, у нас есть абсолютно всё. Это последняя карта. А второе, это завершение полного пути. То есть, здесь мы должны, как её называют, назвали в ордене золотой зари, десятка пентаклей, да. Положение снова меняется. Десятка пентаклей – это господин процветание. То есть, считается позитивной картой. Таким образом, а, и дальше пояснение. Ну, то есть, не объясняет, почему здесь минус. То есть, внешне-то это позитивно, а внутри-то примерно так же, как и в кубках, да. То есть, я достиг абсолютно всего. Но вот в этом, знаете, вот в этом достижении природа-то у пентаклей, мы рассматривали с вами, она там материальная, а духовности нету. Здесь и развития нету. То есть, если в духовных картах, да, есть развитие духовное, но там материи нет, поэтому разрушение идёт на материальное. Поэтому сложности идут, трудности на материальном плане. То в материальных картах, в материальных стихиях, скорее всего, в кубках и в пентакле, ты на материальном уровне получаешь абсолютно всё, поэтому это господин процветание. А на духовном развитии нет. Поэтому, когда ты больше акцент делаешь на получении материи, деньги, каких-то своих реализаций, каких-то своих желаний, то в этом духовности это по факту никакой нету. И последнее, что здесь пишет Дион, это таким образом мы видим, что те карты, которые являются согласно своей масти первично духовными по природе, то есть это жезлы и мечи, являются внешне разъедающими на физическом плане. То есть они на физическом плане негативные. То есть жезлы и мечи, они негативные на физическом плане, а на духовном они позитивные. То есть внутри они позитивные, а внешне они в минусе. А те карты, которые согласно своей масти первично материальны по натуре, то есть это кубки и пентакли, внешне являются солнечными, то есть позитивными или благодетельными на материальном плане. Да, или благодетельные на материальном плане. Правильно я прочитала. Думаю, может я что-то неправильно поняла. Это дает очень полезный урок и очень важный ключ, применимый в тех системах гадания, которые предназначены для развлечения действующих в данном случае духовных влияний. Ну, то есть это для, когда мы хотим познать себя, вот свои духовные уроки. Вот таким образом я дала вам немножко иную, может быть, для кого-то интерпретацию или по крайней мере понимание, что когда мы говорим, не всегда все, что блестит, это золото. Не всегда, что кажется позитивно, на самом деле это так и есть. И вообще, на самом деле, вот этот вот закон, он полярности. Он вот в сфере Малькута объясняет очень многие вещи. То есть когда мы изучаем на древосферот вот именно вот эту сферу, как к ней относятся все десятки, второго, то нам это очень многое поясняет. Вот такой вот сегодня у меня урок был для вас. Не знаю, напишите в комментариях, насколько он вам был понятен и, не знаю, полезен. И хотели бы вы как-то фрагментально, да, потому что я на самом деле все время говорю о том, что я хочу сделать этот курс по древосферот, но на самом деле это достаточно такая кропотливая работа, очень емкая, потому что это будет не один урок, а это вот как минимум должно быть там уроков 10, либо 15. То есть это очень много. Я думаю, наверное, я сделаю в записи, чтобы понять, кому это важно, а потом дополнительно, может быть, проводить какой-то один эфир, да, отвечая на вопросы того, что не было понятно в уроках, хотя я стараюсь объяснять подробно. Вот. И не знаю, пишите какие-то свои идеи, да, какую-то обратную связь, чтобы я понимала, и нужно ли вообще вам так вот углубляться и изучать. То есть то, что я делаю, это для себя, изучая древосферот, не для того, чтобы кому-то передавать, а потому что это дает, расширяет мое понимание и знание карт, да, и той смысловой нагрузкой, которую карты несут, да. Для меня это в пользу. Но если то, что я изучаю, будет еще полезно для вас, это вот бонусом, да, тогда будет еще лучше, наверное, в плюс. В общем, не знаю. Пишите. Пишите в комментариях. Эти комментарии я обязательно почитаю, потому что они важны для меня. Все, я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok